Смотрите прямо сейчас Кабмин, перезагрузка Есть момент, когда нужно идти лучше самому А не чепляться за кресло Кто и зачем оставил чиновникам кресло? Мы пришли единою командой И мы будем работать единою командой И на сколько этой команды хватит? Шокин, интервью без галстуков Получил кровяное Резонансные дела, острые вопросы И разговор о личном Добро пожаловать в ад Эксклюзивное интервью генерального прокурора Таблетки от всего Чем на самом деле лечат страну от гриппа? Этот препарат в Украине не зарегистрирован Теперь швейцарский Когда нас накроет вторая волна вируса? Вирус очень злой Наиболее опасен для людей пожилого возраста Законодательный капкан В этом же законе прописаны штрафные санкции Цель этого Заработать денег и лишить граждан квартир Кого выселят за долги? Там больше 7 тысяч Заборговано И кто теперь будет платить за ремонт? Лопнула батарея, штраф Иначе дело труба Главные темы в прямом эфире Прямо сейчас Вечер добрый Это подробности недели Я Дмитрий Анопченко Чем нам с вами запомнилась уходящая неделя? Что мы обсуждали? Ну, конечно же, подковерные политические игры Когда министры то уходят, громко хлопнув дверью То неожиданно забирают заявление Ждать ли отставки правительства И новых парламентских выборов? Важный вопрос зададим его нашим гостям Сегодня в эфире Еще в минувшие 7 дней мы с вами говорили о гриппе Волновались, будет ли вторая волна Переживали, не мел ли нам продают под видом дорогих лекарств Об этом расследование программы Ну и также поговорим о ЖКХ Не все знают, но парламент готовит нам, скажем так, сюрприз В виде нового закона Там столько нововведений, что у экспертов волосы дыбом Каких именно, мы с вами сегодня и разберемся Ну а начнем все же с того, что происходит здесь и сейчас Вот буквально полчаса назад закончилось экстренное заседание Совета безопасности ООН А его членом теперь, напомню, с начала года стала и Украина Уже второй раз мир лихорадит из-за Северной Кореи То она водородную бомбу испытывала, но вот теперь ракету запустила Формально это мирный спутник, только такие же ракеты вполне пригодны И для оснащения ядерными боеголовками Совет безопасности ООН рассматривал этот вопрос Но агентство Франспресс, вот посмотрите, опубликовало даже графику Там радиус возможного поражения Накрыло бы не только соседей Южную Корею, в частности, но и территорию в 6 тысяч километров Сейчас в повышенную готовность перевели подразделения спецназа Соединенных Штатов Конечно же, Южной Кореи Вашингтон и Сеул начинают переговоры о развертывании в Южной Корее новейшей системы противовоздушной обороны Ну а в ООН очень жестко во время Совета безопасности выступила Япония Эта страна, как и Украина, новый член Совбеза с 1 января Потребовала немедленно усилить международные санкции Ну, если вдруг будут резкие заявления или обострение ситуации Мы с вами узнаем первыми Нет у нас возможности дать видео из Совета безопасности Ну, в эти минуты, мне говорят, продолжается заявление политиков Послы при ООН вышли к прессе Так что, если будут резкие заявления Если ситуация, не дай бог, обострится То вы узнаете первыми в прямом эфире Ну и давайте к политике Все-таки вернемся На этой неделе Политический сезон словно обнулился Заново стартовал В один день случилось Так что все заготовки, которые пресс-секретари так долго собирали для политиков Тезисы, заявления, оценки, прогнозы Вот все это теперь можно было просто выбросить По одной простой причине Перезагрузка власти, может быть, и будет Но, по-видимому, с сохранением действующего правительства Что же стало переломным моментом? Как теперь выглядят те политики, которым приходится менять свою позицию буквально на глазах? Ну и те, кто сохранил свое мнение, несмотря ни на что Все это видела наш парламентский корреспондент Катя Лысенко Обычная парламентская среда Этот день так бы и остался унылым, если бы не заявление министра Абрамовичуса Мол, ухожу У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции Это заявление и запустило цепную реакцию Те, кто до этого момента колебался, сменили риторику Открыто заговорив о перезагрузке Кадмина и даже парламента События нарастали как снежный ком Игорь Каноненко, которого обвинил Абрамовичус Сложил на время полномочия замоглавы пропрезидентской фракции Само ГПП дважды вызывали Айвераса на разговор Он не пришел Ситуация накалилась настолько, что спикер впервые использовал слово «кризис» Не помечать, что мы заходим в серьезную политическую кризу просто неможливо Работать выглядят, что ничего не происходит Думаю, что непрепустимо Да и как сделаешь вид, если министр не просто хлопнул дверью Уже из кабинета вещи вывозят Хоть его очень попросили подумать В общий хор влился и запад Айверас чуть ли не единственный чиновник-реформатор Его нужно вернуть Озаботились дипломаты Вернуть не вернули, но пока и отпускать не собираются Так решили уже в Раде Четыре заявления министра в том времени уже были написаны Айверас стал пятым, кто попросился на выход Поэтому в Раде все были уверены Теперь-то уж неминуема перезагрузка кабмина Но в последнюю секунду кабмин решил попробовать сохранить прежнюю версию И как в старой одесской песне «Шаг вперед и два назад» Министры, просившие об увольнении, свои заявления отозвали Квиташвили, Пивоварский, Стэц, Павленко передумали Остаются в креслах Один Айверас пока в раздумьях Мы пришли единственной командой И мы будем работать единственной командой В парламенте такого поворота не ожидали Кто ликует? Я впевнен, что члены кабмета министров осуществляют всю ответственность, которую несут за экономическую ситуацию в Украине Кто рассуждает, а как же дальше? Не то, что несподіванка, которая меня вразила Я понимал, что они находятся в каком-то процессе Если это был уряд камикадзе, не сделали реформы, не реализовали коаляційную угоду Очевидно, что нужно сделать так, как должны были делать камикадзе А мы видим, что это самый живучий камикадзе из всех живучих и неживучих Кто и вовсе в ярости? Это конец этого парламента И это руйнация демократии Когда уряд, который серьезно и обгрунтованно, звинуваченный в большой коррупции Каже, а у нас теперь единство Нам плевать на думку, в том числе парламентарев, которые нас делеговали и сформовали нас Демократия не может работать Ну а кто гадает, что же заставило министров передумать? Им, напевно, было обещано все то же самое, чем было обещано, когда они ставали министрами Частина министров, которая привыкла с тем, что посада министра в бедной стране непогана профессия И они готовы отмотаться от партии, политической силы, каких-то принципов, которые они брали Лишь бы остаться в уряде Там идет какая-то политическая клоунада, то они выходят, то они остаются Но даже возвращение, казалось бы, уже списанных чиновников не перезагрузило общее мнение парламента Вы сделали заложником всю страну собственных амбиций Сейчас все говорят про переформатирование правительства А касается это лично вас или нет, или мы опять получим футляр? Мы разом пришли, разом пойдем У вас есть конституционное право Внести до парламента резолюцию недоверия кабинета министров Будь ласка, используйтесь этим правом Желающих воспользоваться среди депутатов хватает на все после отчета За которым может последовать и перезагрузка парламента Чи выборы стают больше имоверными и чими готовы Я вам скажу очень просто Блок Витара Порошенко готовы к выбору Нужно перезавантажить, перезавантажить до Верховного Рада Для того, чтобы было перезавантажение нового уряда Потому что по-другому уряд перезавантажить не вдастся В спорах об отставках повестка дня ушла на второй план За всю неделю смогли принять чуть больше 10 законов И даже на отчет главу Назбанка, казалось бы, куда актуальнее В зале считанные депутаты остались Что уж говорить о бюджете, который еще в январе исправить обещали Ведь уже и конкретные предложения есть Мы предлагаем конкретное действие, связанное с изменением в бюджет Что это позволит сделать? Первое. 10 миллиардов направляются на развитие регионов 62 миллиарда направляются на увеличение зарплаты пенсий Зарплата 1958, пенсия 1526 Это конкретные шаги, которые предлагает оппозиционный блок Что вместо этого? Вместо этого в парламенте происходят бесконечные драки внутри коалиции Они выясняют, кто прав, кто виноват Вечный вопрос будут выяснять и всю следующую неделю Уже в понедельник в Совет коалиции Екатерина Лысенко, Иван Нашкентер, Геннадий Никенко Подробности недели, телеканал Интер Станет ли происходящее поводом для досрочных выборов? Вот об этом спросим у человека, который знает ситуацию внутри Он каждый день неформально общается с лидерами фракций Первый зам главы парламента Андрей Порубий у нас на связи Пане Андрію, вечер добрый Скажите, ну, якщо відверто, ваша оцінка, це останні тижні роботи парламенту Иде все до достроковых выборов, чи вдасться домовитися? Ви знаєте, справді я можу говорити лише свою думку Я повідомляю свою думку Дочасних выборов в 2016 році не буде Буде стабілізація ситуации І буде продовження тих реформ, які ми розпочли в попередньому році І не буде відставки уряду Ми розуміємо, час непростий Ми читаємо теж соціологію і бачимо рейтинги Але так само я знаю, що свого часу, коли проводила глибокі реформи у Великобританії Маргарет Течер був найнижчий рейтинг Порівно з усіма прем'єрами, які були в Великобританії Вона підняла величезні мірі, зняла допомогу соціальну найбільш незахищеним регіонам Вона тоді, хто пригадує, закрила ряд державних шахт Були величезні протести вуличні, шахтарів Але завдяки тому, що вдалося вкримати ситуацію, вдалося провести ці реформи Чи згадаємо Бельцеровича, це польського автора шокової терапії Вони на 5 років підняли пенсійний вік В 4 рази були збільшені на енергоресурси оплата для громадян Польщі І це теж викликало дуже величезний протест Але без проходження важких і болючих реформ Неможливо вийти на стабілізацію, на розвиток і підняття української економіки Сьогодні цей час непростий Коли треба вкримати стабільність, для того, щоб ми мали і міжнародну підтримку А ми розуміємо, що і транш МФ, і кошти, які йдуть заходного допомогу Україні Вони йдуть за умови, що в Україні буде стабільність Що українську владу не розірве, як це було в 5 році Коли конфлікт між прем'єром і президентом призвів до реваншу старих темних сил Я думаю, цього всього не буде в Україні Я думаю, що рівень відповідальності і свідомості тих людей, які є сьогодні І в уряді, і в парламенті, і президента України Є достатньо високий, щоб не допустити дестабілізації ситуації в Україні На що дуже серйозно і сильно сприймовані зусилля на сьогодні Путіна Пане Андрію, ви сказали, що нам потрібна міжнародна підтримка Ви могли би один момент прояснити? Дивіться, була зустріч послів країн Великої Сімки Із президентом, керівником парламенту та керівником Верховної Ради Навіть сам американський посол, джафріпаєт, написав це безпрецедентна зустріч Подробиць відомо мало Що вам про це відомо? Про що говорили посли? І на чому взагалі вони наполягають? Ви знаєте, я часто спілкую з європейськими дипломатами, з послами І перебуваючи у відреженнях за кордоном Два головних повідомлення, які вони дають для України і для української влади Перше – це втримати єдність і стабільність Вони неймовірно бояться тих ризиків, які Україна отримала в п'ятому році Коли після перемоги помаранчої революції все розлетілося, власне, і за конфліктів, про який я вже говорив Вони вважають, що дестабілізація в Україні може призвести до дуже важких наслідків До того, що всі зусилля і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки Стосовно підтримки України і в нашій війні протиросійського окупанта І в реформуванні країни, вони можуть бути знівельовані і зупинені, коли країна війде в турбулентність І ми бачимо це в Молдові, коли країна просто зависла із цієї турбулентності Друга річ, яка для них є вкрай принципова, це боротьба з корупцією Видимо і з яскравими наслідками боротьба з корупцією І в них є питання і до Генеральної прокуратури, до слідчих органів Чому не покарані винні за Майдан? Чому не покарані ті, які, власне, оточені Януковича, і, власне, до яких і приїв Майдан? І чому сьогодні нема ефективних дієвих розслідувань? Це дві ці головні речі, які стоять в порядку денному європейців на перших позиціях І в великій мірі про це йшла мова І, наскільки мені відомо, там була узгоджена, власне, позиція про те Що українська влада стабільна Що українська влада спрямована на реформи Що українська влада спільно спрямована на жорстку боротьбу з корупцією І я розраховую, що, власне, ця домовленість і ці спільне бачення майбутнього В цьому році буде реалізовано і в завершенні реформ, і в піднятті економічного рівня нашої країни І найголовніше – в нещадній боротьби з корупцією Пан Андрій, дякую, майому закінчуваті С первим замом глави Верховной Рады Андреем Порубьєм Ми говорили о большой политике Ну і о том, о чём послы говорили с главой парламента, с президентом, с прем'єр-министром О боротьбе з корупцією, як виясняється Далі, год назад в стране сменился генеральный прокурор В феврале прошлого року, помните, Виктор Шокин, возглавив ведомство При назначении генерального прокурора утверждает парламент Его поддержали очень многие, ну в том числе и те, кто сейчас его так яростно критикует Весь этот год фамилия Шокин на слуху Одни требуют отставки, другие говорят, что без него реформа прокуратуры вообще не началась бы Постоянно появляются новости, мол, на Западе им недовольны Потом практически сразу же опровержение, мол, не было такого Год назад, сразу после назначения, мы записали с генпрокурором его первое интервью в новой должности Интервью довольно короткое, ну вот вы кадры на экране видите В основном оно было о планах Ну, поэтому логично было сейчас снова попросить о встрече И Виктор Шокин неожиданно легко согласился Так что сейчас далее его эксклюзивное интервью Этот разговор без галстуков, без помощников и пресс-секретарей один на один Чтобы задать самые острые вопросы, без запретных тем Как я говорил раньше, год назад, так будет сейчас, полностью откровенно, иначе быть не может Генпрокурор прихлебывает свой любимый кофе с корицей Шокин признается, если бы понимал, каким тяжелым окажется для него этот год, вряд ли бы вообще согласился на нынешнюю должность Когда парламент отдал за него 318 голосов, это выглядело как знак поддержки Не каждое решение в Раде столько набирает Когда это произошло, то один из таких хороших людей мне сказал Добро пожаловать в ад Знаете, я не очень понял сначала эти слова К чему это было, да? Да, к чему именно в ад и вот почему так Я был несколько раз зам генерального прокурора В общем-то, работы было, конечно, много А ее всегда много Но сейчас не просто работа Сейчас приходится быть и политиком Хотя я по натуре и по характеру не политик А почему хотят ваши отставки? Вот как вы для себя это объясняете? Потому что аргументы звучат разные Ну вот смотрите, помимо украинских политиков Очень же много заявлений Ну, по крайней мере, то, что я в прессе, в интернете смотрю И от западных политиков, когда говорят Ну, якобы, напрямую говорят президенту, что Снимите Шокина Никто из западных политиков, насколько я знаю Не говорил, чтобы меня сняли президенту Мне в этом тоже не говорил президенту Что ему говорили, чтобы меня снять Такое не было Другое дело, вот даже посол Павел, когда выступал в Одессе Потом опубликовали и извратили его выступление Дельняк об этом говорил То потом, когда взяли на сайте Посольство США То он им это не говорил Он сказал наоборот Я хочу работать с Генеральным Шокином Желаю ему успехов Но вы же привыкли сами задаваться вопросом В прокурорской работе А вот кому это выгодно? В случае с вами, кому это выгодно? Я уверен, что это выгодно тем силам, которые не хотят, чтобы в Украине был закон и демократия Знаете, многие мне говорят Вот сорвал реформы Или срывает реформы в прокуратуре Ну давайте вернемся немножко в историю Когда я был Генеральным прокурором Это было 10 февраля Да, прошлого года То первой идеей моей было проведение реформ Я познакомился с Давидом Сакварелидзе Не случайно познакомился Вот, и он мне понравился И я ему предложил Я ему предложил Поди ко мне замок И именно по реформам То, что именно Шокин привел в прокуратуру Давида Сакварелидзе Удивительно Ведь в прессе писали, они чуть ли не враги Весь этот год, что в Фейсбуке, что с парламентской трибуны Привычная риторика Нынешнюю команду на Резницкой традиционно делят Противопоставляя Сакварелидзе и Шокина Мол, один хочет реформ, второй их тормозит То есть, по сути, вы его привели? Конечно, конечно Никто меня не навязывал, не заставлял Я его привел, попросил прийти ко мне замок И именно по реформам А правда, что у вас испортили с ним отношения? Потому что вот то, что принято считать Что в Генпрокуратуре есть вот две команды Команда реформаторов Называют того же Сакварелидзе, называют Касько И вот говорят, команда ретроградов, которая не хочет перемен Ну, если бы они хотят реформ, я бы звал Давида Ну, вероятно, да Дальше, я ему дал все полномочия, которые может иметь Замгенерального У меня с Давидом прекрасные отношения были, есть и, надеюсь, и будут Знаете, ему сложно, потому что Ну, что ли, когда-то есть Закона украинского он не знает Не знает И бывают случаи, которые его Ну, немножко, как сказать, подставляют, что ли Вот господин Касько Заявил, когда началось дело этих диамантов прокурора, так называемых Что в это время его не было В Украине Он заявил, что он никакого отношения не имеет Хотя он, знаете, человек опытный и грамотный В юридических вопросах И немножко, так говорит, это все занимался Сакварелидзе Нет, занимались они вместе Ну, вы бриллиантовых прокуроров сами упомянули Я вас обязан тогда спросить Говорят, что вы тормозите дело бриллиантовых прокуроров Ну, вплоть до того, что там, знаете, наверное, читали сами в интернете Пишут, что бриллианты для вас были Для меня Ну, тогда вы мне очень низко цените Если там бриллиантов было на 701 доллар То, наверное, низкая цена для генерального прокурора Это шутка, конечно Но дело в том, смотрите Вот многие говорят, что это мои люди Шапакина я вообще не знал никогда в жизни Если мне знаком Кринеца я, конечно, знал, потому что мы вместе работали Но У нас был договор с Давидом О том И только с Давидом Что И с тем, что они начали это серьезное дело Они работают в полном самостоятельном плавании Так оно и было Когда у бриллиантовых прокуроров только провели обыски Вспомните Первые же комментарии Это удар по генпрокурору Мол, это его люди были Потом появилась новая версия Мол, Шокин специально тормозит расследование Затребовал дело к себе Я не могу об этом не спросить Единственный раз, когда я брал это дело читать Чтобы понимать, что они сделали Это было в самом конце Окончание этого дела И естественно И естественно, вы можете сказать, что я никаким образом Не точно не влиял А не вмешивался в ход расследования Вообще Не дал никаких указаний За исключением одного раза, когда я читал вот это дело Я Давиду написал указания Но не указания, а, как бы сказать, пожелания Где были нарушения норм УПК Они их устроили, насколько я знаю И направили дело в суд Вот в чем номер действия этого дела Братый прокурор Ноябрь 2015-го Помните, снова ЧП в Генеральной прокуратуре СБУ тогда сообщило По окнам кабинета Шокина стреляли Из снайперской винтовки Генпрокурор тогда был на месте Как раз совещание проводил Основная версия Предупреждали или мстили Ведь рассказывают, что в 90-х именно Шокин Положил конец бандитской вольнице И как раз сейчас Многие из тех, кого он сажал Тогда за бандитизм Выходят на свободу К тому, что покушения на вас будут Были готовы? Ну, знаете, наверное, к этому готовы быть Никогда нельзя Никогда этого нельзя предполагать Но дело в том, что я Учитывая мою специфику Работы следователя Потом начальником отдела Даже были случаи Когда моим родственникам Приходилось спать с оружием под подушкой Поэтому, в общем-то Этим меня не удивило, конечно Ну, было неприятно, что так произошло Сначала нашли пистолет В приемной Или вольвер готовый к стрельбе Вот Потом были какие-то угрозы Потом эта стрельба по окнам А чего хотят? Чтобы я либо ушел Либо меня вообще не было на этом свете Не знаю Очень много людей Которые меня в свое время Перешлили в дорогу Тем или иным образом Мы общаемся уже достаточно долго Обсуждаем в том числе и темы Которые нельзя давать в эфир В любом случае Генпрокурор держит слово Пообещав быть откровенным Не уходит от острых тем И любимая фраза следователей Здесь вопросы задаю я Это не о нашем разговоре Понимая, что времени не так много Спрашиваю о Майдане Когда год назад Сразу после назначения Виктор Шокин давал нам свое первое интервью Назвал это расследование Одним из главных своих приоритетов К его приходу на Резницкую Силовики одновременно расследовали Сразу 3000 дел По преступлениям против Майдана Много времени ушло на то Чтобы свести разрозненные эпизоды вместе И главный результат Сейчас Дело лично против Януковича Практически дело закончено Понятно, что он руководил Через своих соратников Их людей Этим И организация убийств на Майдане И всем всем руководил Янукович Через своих людей Вы верите в то, что его когда-нибудь Привлекут к ответственности? Да А что должно случиться для этого? Как только война А я надеюсь, что эта война У нас прекратится На востоке То здравый разум И торжество закона Международного закона Сождествует И мы получим Януковича к себе в Украину Шукина не смутил Ни один мой прямой вопрос То ли закалка То ли действительно Нечего скрывать Он и о семье рассказал И о том, какая собственность У него есть и где Для меня неожиданным было Что генпрокурор С иронией относится И к себе самому И к своей нынешней позиции И уж точно не держится За должность И равнодушен К присущим ей атрибутам А на мой прямой вопрос Давали ли ему взятки Шукин тоже отвечает С улыбкой И ничего не скрывая Вы понимаете Я генпрокурю всего один год Понимаете Надеюсь, что последний А вот Я был следователем Вся моя жизнь Франция следствия Вся жизнь Полностью Следователям взятки не дают Последний тогда вопрос Чтобы завершить разговор Генеральный прокурор Современной Украине Он может быть независим? Я вам приведу только один пример Если вы поймете Когда я случайно Попал на эту должность Повторяю случайно На генерального прокурора То первое условие Ну как условие А продолжение Я поставил президенту Говорю Петр Алексеевич Я буду назначать Прокурора областей И всех замов своих Только сам Петр Алексеевич согласился Говорю Ну, вы должны понять Никаких немец я принимать не буду И вот Я год Генеральный прокурор Почти год Ни одного человека Я не привел К президенту Ни прокурора области Ни своего зама Не дал ни одну Объективку на них Он даже не знает Кого я назначаю Это Есть независимость? Это очень важно Понимаете? Неужели вам за все это время Вот за этот год Первые лица Никто не звонили Там как это называется По сотке По десятке Не просили Вот Давайте Генпрокуратура Здесь так Было такое Было Звонили Но так никогда Не делал президент Были звонки Были разные Предложения Попозновения Я говорю Вы знаете что У меня было Вот то, что я вам сказал И им рассказываю Я никогда Не назначу человека Любого По рекомендации Потому что он Будет Работать на вас А не на прокуратуру И на державу Спасибо Спасибо за разговор Пожалуйста Не за что Ну и еще О борьбе с коррупцией Каждому пятому украинцу Пришлось за последний год Лично давать взятку Или делать подарок Для решения своих вопросов Таковы данные социологов Свыше 40% украинцев Сказали Уровень коррупции В их регионе За последний год Вырос Больше половины опрошенных Признали Что коррупция Это болезнь Которая мешает Развитию общества И при этом Вот только вдумайтесь Аж 40% Уверены Что без коррупции Украинское общество Уже просто не сможет Существовать Ну может быть Новая структура Антикоррупционная прокуратура Поможет хоть немножко Изменить эту ситуацию Ну и далее Одна из самых обсуждаемых Новостей недели Стали известны имена Первых 12 Антикоррупционных прокуроров Всего их должно быть 30 Желающих занять эти кресла Было более 300 Ну и вот с Бориславом Березой Он только что подъехал в студию Как раз и поговорим Да, проходите, пожалуйста Вечер добрый Народный депутат И член Отборочной комиссии Ну а еще человек Посты в фейсбуке Которого Вот по этому поводу Вечер добрый Набирают просто сотни лайков Борислав, вы мне скажите Ну знаете, как говорят В каждой шутке Есть доля шутки Вот Какова доля шутки В том, что вы пишете Публикуете Вот об этих собеседованиях Те вырезки, которые Из диалогов, которые я постил На самом деле Можно просмотреть Они существуют на Ютубе Это все транслировалось То есть вы не приукрашаете Нет, мы скажем так Я просто все не писал Потому что не успевал Разные были прецеденты Но было очень смешно И было очень грустно Потому что Когда люди, приходящие На должность Процессуального кривняка Процкера В специализированную Антикоррупционную прокуратуру Вдруг выдают Такие перлы Такие? Вот что запомнилось? Ну, самый яркий момент Когда человек приходит Сидит Скажите, сколько стоят ваши часы? Я не помню Почему? Это подарок А кто подарил? Генпрокурор Фамилию можете назвать? Да, конечно Пшенка Или тоже момент был Мы спрашивали Скажите, пожалуйста У вас есть На вам моя же машина Автівка Это не мои Это дружины Извините А кто ваша дружина? А она работает В Запорожженной прокуратуре Понимаете? Вот эти все моменты Они, конечно Были бы смешные Но членам комиссии Было не грустно Я понимаю Ну, давайте мы знаете Как сделаем Прежде чем продолжить разговор Я, насколько понял Это действительно все Выкладывается на ютубе Там миллион просмотров уже Просто попросим Вот сейчас нарезку показать Ну, потом продолжим Были и совсем курьезные кандидаты Этот человек Был с позором уволен Из прокуратуры А потом через суд Восстановился Должность вернул А совесть так и не приобрел Считает, что все нормально Захотел теперь пролезть В создающуюся Антикоррупционную прокуратуру Шиш не выйдет Борислав, а эти люди Как они эти тексты Произносили перед отборочной комиссией Ну, неужели они не понимали Что это, ну, как минимум смешно А как максимум Это стрессовая ситуация Действительно стрессовая ситуация Смотрите, изначально было Более 300 человек Прошло 72 Что они прошли? Это те, которые показали Достойный результат По general skills То есть фактически Это логика Это умственные способности Это поведенческий интеллект И знание правоведения То есть это те, кто смогли пройти Вы понимаете, что из 300 Всего 72 смогли пройти правоведение Вот меня это пугает То есть это Можно смеяться, опять же, с этого Но эти люди шли на работу На что они рассчитывали? Что просто проскочат? Видимо, да Кстати, после просмотра онлайн Ведь не секрет, что все кандидаты Смотрели онлайн, как мы собеседовали остальных Некоторые отзывали свои заявления Ага, то есть посмотрели, поняли, что Да А после того, когда Назар Холодинский Начал собеседовать Некоторых кандидатов на английском языке Ну, это вызвало откровенный мандраж А что с английским? Как они? Им же, ну, с коллегами общаться Там, в офшорах деньги искать Придется, да, конечно Для того, чтобы отзваниваться на Кипр Или писать запросы в Белиз Нужно знание английского языка А чтобы получить Достаточно качественную и быструю информацию Нужно коммуницировать Поэтому английский был обязательным, как тест А когда все 30 смогут приступить к работе? Вот каковы сроки? Это вторая проблема Потому что, видите, сколько всего набрали Еще 18 вакансий Соответственно, в начале марта будет объявлен конкурс Можно будет подать опять заявление на этот конкурс Мы будем опять собеседовать И я надеюсь, что если не со второго То с третьего конкурса все вакансии мы полностью закроем Хорошо, ну давайте договоримся Вот когда всю 30-ку сформируют Мы с вами еще раз в эту студию вернемся Для того, чтобы все обсудить Спасибо за разговор Брислав Береза был у нас в студии Народный депутат, член отборочной комиссии И автор одних из самых острых вопросов К будущим антикоррупционным прокурорам Ну а пока в парламенте одни заняты борьбой с коррупцией Или хотя бы отбором тех, кто с ней призван бороться А другие сосредоточились на борьбе за кресло Под шумок практически незаметно Парламент в первом чтении принял закон С мало кому говорящим названием О жилищно-коммунальных услугах А эксперты взялись за голову Почитали Ведь в документе столько нововведений Что утверди его депутаты окончательно Последствия придется расхлебывать очень-очень долго Ну только представьте Ни капитального ремонта домов Ни помощи, если у вас в квартире что-то прорвало Наоборот, оштрафуют Более того, появляется пение Если зарплату задержали И за коммуналку мы с вами заплатим Чуть позже обычного Елена Механик Обо всем, что нас с вами может ждать Закон, написанный ворами для воров Зайвый ярмон на поживача, на людину Мы из огня, как обычно, попадем в полы Эксперты уже пугают страшными прогнозами Недалекого коммунального будущего А жильцы квартир еще даже и не догадываются Что же им уготовил новый закон об услугах ЖКХ Пока они тратят все силы на локальные войны С ЖЭКами с тыла заходит другой враг Частной управляющей компании ЧУКи ЖЭКи со всеми сантехниками, электриками, дворниками Уходят в коммунальное недотие И вместо них приходят ЧУКи Без сантехников, электриков и дворников Но с директором и бухгалтером И только объединения совладельцев многоквартирных домов Смогут спать спокойно В их коллективной жизни ничего не изменится У жителей этой типовой киевской многоэтажки С коллективом не сложилось Да и с ЖЭКом отношения не из лучших В подвальном помещении Эта водостичная труба Она рассыпалась В воде талого снега Дощовые воды потрапляют В подвальное помещение Также туда потребляют стоки канализации Из этого помещения Зверните внимание, какие тут жахливые смотрят Вот это сметание Там есть дырки в этой подлозе И оно потрапляет в подвал Буквально погрязли в болоте Комунальном и реальном Камеры сидят прямо в парадном При входе в парадное Внутри парадного Вот внизу Точно так же их полно у нас в квартире ЖЭК на обслуговании нашего подвала Списывает больше 4 тысяч гривен Что месяца Но мы были в подвале и увидели Прибирание домов Будут в плате управления Судить до несконченности Пенсионерка Ирина Плищ Не скрывает Ей и нынешние тарифы не одолеть Живет одна С пенсии в 1300 гривен Льготы, как для ребенка войны Отдает каждый месяц около 800 гривен И выплатить накопившийся долг За коммуналку Больше 7 тысяч Ей не под силу А долги нам будут накапливаться Потому что стоимость услуг Будет апелляться в произвольном порядке Цель этого Заработать денег Ничего не делая И лишить граждан квартир Потому что в этом же законе Прописаны штрафные санкции За то, что вы будете Не вовремя оплачивать Услуги, которые вам навязывают В прошлом году Украинцы заплатили за услуги ЖКХ Почти 50 миллиардов гривен Сумма, согласитесь, весьма внушительная Практически два столичных бюджета Бизнесмены, которые еще Какое-то время назад Пытались какие-то там заводы, фабрики делить А тут они поняли одно Им надо поделить сферы влияния На вот этом вот Жилищно-коммунальном Так называемом рынке Потому что рынка-то нет Как такового Они на сегодня делят Вот эти вот колоссальные деньги А нас, по сути, передают Как крепостные У добровольно-принудительного Коммунального рабства На всякий случай Припасен еще один честный способ Отъема денег Лопнула батарея Штраф Потекла ванна Штраф Сорвал вентиль Штраф Или иди в суд Иначе дело Труба Елена Механик Максим Чеблин Подробности недели Телеканал Интер Ну, я просто напомню Что все эти нововведения Пока что только в первом чтении Рада проголосовала Так что будем надеяться Что и к нам И к голосу здравого смысла Депутаты прислушаются Ладно, далее Еще одна тема О которой нельзя не сказать На этой неделе Грипп Урожай смерти Вирус собрал нешуточный Погибших более 200 Заболевших Свыше 3 миллионов было Казалось бы Эпидемия идет на спад Но вирусологи Теперь пугают Второй волной Нового штамма гриппа Уже швейцарского От которого иммунитета У нас пока нет Услышав эти новости Многие привычно Бросились в аптеки Фармацевты, конечно Потирают руки Ведь каждый год Украинцы тратят на лекарства Только представьте 45 миллиардов гривен 45 миллиардов Это, к примеру Бюджетная дыра Прошлого года То есть мы с вами Отдаем в аптеке Сумму, равную Дефициту Государственного бюджета Украины И понятно Что в борьбу За такой куш Вступили все И недобросовестные врачи Которые прописывают И то, что нужно И то, что не нужно И фирмачи Производящие Или доставляющие Из-за рубежа Лекарства Которые зачастую Просто не лечат Елена Зорина Как раз об этом Три миллиона заболевших И более двухсот смертей Вирус очень злой На смену Свиному приходит Швейцарский H3N2 Я на левое ухо Практически ничего не слышу И вот левый глаз У меня тоже 0,2 То есть очень все размытое Даже специалисты Не берутся определить Что вы действительно Подцепили У вас нужно сделать Анализы на грипп Не знаем Не знаем Нет Только не у нас Что продают Украинцам В качестве панацеи За красивой упаковкой Может скрываться Препарат Который вам Совершенно не нужен Опасные бацилы Завозят любители Горнолыжных спусков И экзотических пляжей Они могут завозиться Из Европы Из других стран Это та самая Лаборатория Где следят За изменениями Вирусов гриппа И как они влияют На организм Человека Если мы хотим Просто определить Есть вирус Гриппа или нет То для этого Достаточно одного дня Эти клетки вздуваются Они такими гроздьями Друг за другом Выстраиваются Вторая волна Уже через две недели В лаборатории Об этом знают Штамм вируса Который в прошлом году Косил Молдову Беларусь И Польшу Так называемый Швейцарский Вирус H3N2 Наиболее опасен Для людей пожилого возраста Он вызывает осложнения В виде пневмонии Бронхитов Сердечно-сосудистая система Пока дозвонишься Уже Перехочешь болеть Панацея от гриппа Лекарство Которое вызывает Настоящий ажиотаж Нынче В украинских аптеках Не продается Даже за очень большие деньги Почему Версии уже стали Мифами И легендами Панефлюи у вас Этот препарат В Украине не зарегистрирован И поэтому он через аптечный Продался будет Завоз завтра Панефлю Секло 50 до Держангер закупиваясь Мы реализовываем Еще шесть лет назад В 2009-м Когда мировая общественность Заявила о пандемии Свиного гриппа В Украине встречали Целую вереницу рейсов С этим медпрепаратом Закупили 800 тысяч упаковок Плюс гуманитарная помощь Василий Князевич Тогда был министром здравоохранения Можливо 100 тысяч Могло залишитись Дост комиссийный Его заборонили Выкористовывать А дальше Его дом не знали Потом остатками пилюль Которые лежали на складах Предлагали Даже СПИД лечить И сейчас О них снова Вспомнили Просроченный Медпрепарат Якобы даже В регионы Собирались отправлять Вдруг Поможет Панацея Или плацебо А может и вовсе Сговор фармацевтов Вообще нет универсальных Противирусных препаратов Которые работают Как панацея Остильтамивир 100 гривен Одна капсула Первый день Реакции Нияко Температура Трималась А на второй день Действительно Стало легче Но что же внутри Чудо пилюли И от чего Она точно Не вылечит Разберемся Прямо Сейчас Пока идут споры Лечит или нет Украина продолжает Закупать Дорогостоящий препарат Сейчас он С грифом Только для больниц Однако Интернет Пестрит Объявлениями О продаже Просят До тысячи гривен За упаковку От 400 упаковок Томихлю И реланса Больше 32 тысяч Были развязаны Поприняне На минулого тижня На початку Сого тижня Вони в закладах Охороны здоровья И по потребе Их використовывают У Натальи Из Черновцов Гриппом заболела бабушка Врачи подтвердили Свиной Александр из Ивано-Франковска Третий день Температурит Так лечит или нет В 2007 году Асельтемивир Был запрещен В Японии Для подростков Из-за побочных эффектов Психических расстройств И даже Суицидов Протоколы Этих исследований До сих пор Засекречены Всемирную организацию Здравоохранения Заподозрили В сговоре С фармацевтами Профессор Университета Штата Мэриленд Питер Доши Один из тех Кто точно знает Что внутри чудо-пилюли Это лекарство Небезопасно На все сто процентов Зарегистрированы Многочисленные Жалобы пациентов В основном Это проблемы С желудком И кишечником Есть немало И менее Значительных Побочных эффектов Долго принимать Это лекарство Нельзя Максимум Пять дней Многие Украинские Специалисты Также сомневаются В волшебных Свойствах препарата И советуют Меньше Обращать Внимание На рекламу В зависимости От дозы Он может быть Конечно Токсичным Высокотоксичным Есть отечественный Противирусный препарат И они Не менее эффективны Анализ на грипп Где можно сделать? Ого Девушка Я не знаю Вы должны Одеть маски А если дома Вот домашние животные Например Кошечка Там нет? Да нет Монет Ну Восемь Первые Я пью Дозу гормонов Детский хирург Кристина Джума Еще месяц назад Сама лечила Маленьких пациентов Теперь ее жизнь Разделилась До гриппа И после Вирус Дал осложнение 26-летней девушке Поставили Редкий диагноз Синдром Когана С такой болезнью Всего 200 человек В мире Я заболела Вот так вот На работе Если не остановить Она однозначно Приводит К слепоте И глухоте Чтобы остановить Болезнь Для начала Нужно 250 тысяч гривен А лечат Недуг В США У семьи Девушки Медика Таких денег Нет Поэтому Одна надежда На волонтеров И неравнодушных Одна стоимость Капельницы Это 45 тысяч гривен Поиски лаборатории Где обычный гражданин Может выяснить Чем болен Продолжаются А с кикико что я? Вот и поговорили Полдня на телефоне И заветная лаборатория Где можно понять Чем вы заразились Все же найдено Мы делаем мазочки Из носика На грипп Стоимость 289 гривен Два часа исполнения Этого теста Весь секрет лечения Зависит от кошелька Кому пилюли зарубежные Кому мед отечественный Свиной швейцарский Или уже привычный Этого можно никогда И не узнать Да и вторая волна вируса Может оказаться Таким же мифом Как и дорогая панацея От нее Елена Зурина Мариана Бурякова И Василий Миновщиков Подробности недели Телеканал Интер Ну и далее Давайте разберемся В ситуации подробнее Очень коротко поговорим Олег Мусий Замглавы парламентского комитета По здравоохранению И человек Которого многие запомнили Как главу медицинской службы Майдана К нам присоединился Пану Ложа Вечер добрый Скажите Вам відомо Який обсяг медичних препаратів Ліків на українському ринку Це просто ну фальшивки Ліки, які не лікують Наскільки це серйозна проблема для держави? Насправді всюди в світі є великою проблемою фальсифікати лікарських засобів В Україні такого моніторингу детального не проводиться За тими офіційними даними протягом останніх п'яти років Це дуже маленький відсоток фальсифікованих лікарських засобів Це 6 сотих процента Якщо це в грошах врахувати, що за рік продається медикаментів в наших аптечних мережах Десь на трошки більше 40 мільярдів гривень То в грошовому вимірі це більше 200 мільйонів Це все-таки є достатньо велика цифра в грошах Але насправді з фальсифікатом Наприклад, Британська медична асоціація і Британський коледж дають таку інформацію Що від 10 до 15% навіть в Великобританії є ліки фальсифікатів Тому я думаю, що тут проблема якраз в доступі і в контролі за якістю ліків, які продаються В Україні ця система поки що не налагоджена Тому про якісь такі точні цифри сказати дуже важко І безумовно, якщо ліки не діють, чи ваші якісь підозри щодо того чи іншого медикамента Ви одразу повинні звернутися в захист правоспоживачів Для того, щоб ви маєте якісь запитання щодо якості лікарських засобів Дякую, ви так досить оптимістичні Ми повинні прерватися, такові закони телевидня, на коротку рекламу Але після нього не пропустите такі сюжети Смотрите ровно через 8 минут Фінальний отчет Все свої достижения в правительстві расписали аж на 160 страниц Ярмарку тщеславия Кабмина обсудим в прямому ефирі Це мурзилка Абсолютніша мурзилка Це загальна така хаска Штаты, деньги, МВФ Чем я думал Теми, о которых говорят і спорят Не пропустите, сразу после короткой рекламы Смотрите прямо сейчас Фінальний отчет Все свої достижения в правительстві расписали аж на 160 страниц Ярмарку тщеславия Кабмина обсудим в прямому ефирі Це мурзилка Абсолютніша мурзилка Це загальна така хаска Штаты, деньги, МВФ Какой президент США для нас лучше? І ждать ли помощі от темних лошадок? Сирія, дорога смерти Попасть в Європу стоить минимум 4 тисячі доларів Бізнес на живом товарі Платить нужно контрабандистам, вони можуть і обмануть, никаких гарантий Роман Бачкала прошел тропами контрабандистів Этот ослик оказался крепче, чем я думал Теми, о которых говорят і спорят, в прямом ефирі прямо сейчас Вечер добрый, це Подробності недели, 2-я части программы Я Дмитрий Анопченко, ми возвращаємся в ефір Главна тема этого часа – выборы Будуть ли досрочні выборы парламента в Україні? І хто станет новим президентом США уже в цьому году? Кого американці предпочтут? Наше государство ведь пока напрямую зависит от этого А що, якщо новий американський президент оставит Україну без підтримки? Все ответы буквально через несколько минут в прямом ефірі Ну а начнем все-таки з України Отчет правительства на этой неделе он появился в Верховной Раді От того, як депутати оценят работу Кабмина в прошлом году Зависит, останеться ли действующий состав еще на год Документ у правительства получился очень объемный Вот мне его распечатали Тут, смотрите, какая пачка Больше 160 листов Ну, только представьте, если всем 400 депутатам распечатать Какая пачка макулатуры получится Первое впечатление депутатов от этого отчета узнавал Алексей Пшемызкий А что сделали за год? Отчет об этом правительство отправило в парламент еще 1 февраля Неделя прошла, но многие депутаты документ в глаза не видели Не бачу, но надеюсь, что побачу Никакий депутат должен иметь это у себя на столе Я планирую на выходных почитать этот важный объемный документ Ну, досуживался народным депутатам, яким приймать это Они не досуживались раздать в письмовой форме Мовляв, сами подивиться Почитать его проще всего онлайн Но найти документ на сайте самого Кабмина оказалось нелегко В русскоязычной версии сайта ссылка на главный документ о работе правительства есть Но не работает В украинской о том, что отчитались Короткое упоминание мелким шрифтом И ссылка Печатаем Все свои достижения в правительстве расписали аж на 160 страниц Еще немного и дотянули бы до первого тома войны и мира Тут 11 разделов, каждый начинается со слова новая Новая экономическая, новая социальная, новая антикоррупционная политика Несем отчет в парламент, чтобы разобраться, что думают о бестселлере депутаты Оказалось, среди слуг народа он в дефиците Раздали один друкованный на фракцию, то мы его сейчас зачитываем до дыр Рассказывают про досягнений, которых нет Другие жалуются, отчет видели, но слишком запутанный Никаких графиков и диаграмм Сплошные цифры Пишут в основном об успехах Хотя цифры говорят о другом Экономика упала на 10%, промышленность на 13%, а цены выросли почти в два раза Это опис про страну, где построена найместная армия, где экономика начинает увеличиваться и где все новое Новая экономическая политика, новая экологическая политика, но все новое Там происходит, у меня одно вопрос, покажите эту страну на карте, я поеду поменять все до сюда За этой эгидотой нужно идти на супермаркет, взявши с собой минимальную зарплату или минимальную пенсию И посмотрите результаты этого похода, они будут очень жалюгидными, вы там ничего не купите И это означает, и это оценка главная деятельность уряда и этому папирцу В борьбе с коррупцией в отчете правительство посвятили целых 11 страниц Вот ровно столько среди достижений перечисляют обновление власти, реформу МВД А вот Минюст, например, отчитался о том, что уволили целых 69 судей Думаю, что оценку нужно ставить в цирку, я абсолютно серьезно, без сарказма, за всю иллюзию Это иллюзионисты, потому что они поднимают понятие, нет никаких конкретных результатов Это макулатура, которая не стоит паперу, на которой написано На жаль, это не звезд за рік, это звезд всего за три квартали Главный звезд – это макроэкономические показники, которые катастрофичны И главный звезд – это уровень жизни обычного украинца, который котится вниз и люди в вече Это главный звезд Наш эксперимент показал, из четырех с лишним сотен депутатов, так требовавших от Кабмина отчитаться Большинство документ до конца так и не дочитали Кому бумаги не хватило, кому времени, кто не читал, но заранее осуждает Мол, написанное все равно далеко от действительности На камеру все, конечно же, клянутся, проштутируют, прочтут, изучат Мол, время еще есть, до пятницы Алексей Пшемыский, Евгений Каминский, подробности недели, телеканал Интер Ну и давайте эту тему далее с гостем продолжим Вадим Рабинович к нам только что подъехал в студию С ним как раз и поговорим об отчете правительства О том, какую оценку за этот отчет поставят депутаты Ну и, в принципе, какие подковерные интриги происходят в связи с правительством и отчетом Вечер добрый, как раз вот с кем, как не с вами, об этом поговорить Вы человек очень откровенный Вы мне для начала скажите, вот мы с вашими коллегами общались Практически никто отчет не читал, либо не дочитал У вас руки дошли? Вы знаете, я читал, потому что я был уверен, что мы наконец отправим в отставку это правительство С Багрим точнее, даже я уже иначе не знаю Но, к сожалению, жизнь меняется, она быстрее, чем мы мысли И после того, как ночью уважаемый губернатор Одесской области Вместо того, чтобы убирать снег или бороться с гриппом Встретился с Абрамявичусом Вдруг ночью передумали не все Поменяли ситуацию И теперь хочу вам сказать с горечью и печалью Что я думаю, что Эценюк останется у власти Мы с вами на своем горбу потянем их дальше Ну и... Как минимум еще на год? Ну, смотрите, я не знаю, выдержим ли мы год Но пока, к сожалению, так На вот этом шпагате между Саакашвили и Эценюком Значит, я не знаю, хочется Не знаю, сказать, нет ли у вас другого глобуса Знаете, как из анекдота Потому что и один, и другой, это зло совсем большое И мне кажется, что То, что Эценюк, он как бы Понятно, куда завел экономику Что касается Саакашвили, его принцип очень простой Как в свое время говорил Столыпин Им нужны великие потрясения А нам нужна великая Украина Им нужно премьерство, а нам нужны сытые люди Поэтому разница здесь большая И вы знаете, я, к сожалению Будучи последовательным критиком этого правительства Даже слово критика, это мягкое Я все же считаю, то, что творит губернатор Одесской области сегодня Куда он нас втягивает В какую вот эту бездну популизма Без, ну, глупости Ну, наверное, это должно быть остановлено тоже Потому что иначе нам, знаете, с вами Сложно будет Вадим, а почему вы так уверены, что Яценюк останется? Ну, вот смотрите, даже самопомощь сказала У нас три кандидата есть Заявила и Батьковщина и самопомощь Что с этим правительством мы работать не будем Ну... Вы знаете, я вообще много знаю Так жизнь сложилась И умею считать Поэтому глубокому сожалению, еще раз Я вам прогнозирую, сегодня же еще целая неделя Кто бы вам что не рассказывал Полностью поменялась ситуация в стране Полностью Это вообще мы имеем другую политическую ситуацию Она объединила всех в одну теперь группу наших бьют Да? Во-вторых, вы понимаете Нам тоже придется всем теперь выбирать И даже, вот еще раз повторяю У такого последовательного критика Начинает в голове быть один вопрос И что дальше? Поставить этих людей? Почему нам навязывают все время какое-то Странное для нас решение вопроса? Я понимаю, что реформатор Абрамявич И все послы пришли за него У меня вопрос к послам Ну поживите с нами здесь Расскажите, какие реформы провели эти люди Расскажите, как мы стали лучше жить Расскажите, как они революционно работают Расскажите, как у жены Абрамявича 35 тысяч гектаров земли, которые она обрабатывает И Аукра Агрохолдинг Который увеличил свои объемы за время работы Вот этого министра в десятки раз Расскажите мне, почему Абрамявич Они же молчат, когда уходил в отставку Единственное, что я сказал Говорит, у меня с жены есть Меня сняли охрану А кому, кто это сказал? Кому из украинских министров Расположена по закону охрана А тем более его жене Так что мы должны пахать Для того, чтобы жена по ресторану ходила Вместе с этими охранниками Это называется реформами Это называется то, что Вот поэтому, как вам мягче сказать Мы с вами получились Знаете, и слева посмотришь вон он и то И справа посмотришь вон он и то Хочется чего-то другого Насколько народ созреет для этого другого Я сказать не могу, но мы не готовы К выборам сегодня, поверьте мне Они не нужны политикам Потому что Саакашвили поменял эту ситуацию Хорошо, будет отчет правительства Давайте к этому вернемся Кто поставит правительству неуд Кто воздержится Кто как проголосует Все равно ведь есть вот этот формальный момент Отчета правительства Когда нужно поднять руку и Запоминайте Им надо набрать 150 голосов Которые они не наберут Те люди, которые уже За отставку вы имеете Да, те, которые уже Как нам мягче сказать Куплены, да Они уже там в зале сидят Те, которые захотят голосовать Не захотят, чтобы он уходил Тоже куплен Но захотят сохранить лицо Они выйдут из зала Вот запоминайте все это Я просто вообще считаю Что все люди Которые не проголосуют За отставку правительства Они вообще не имеют права Дальше жить в нашей политической системе Но, к сожалению, это мое мнение Оно же не всем подходит Если говорить с точки зрения Парысичного украинца Если говорить с точки зрения Людей, которые живут на улице Они в Кабмине, не в этом Вы все знаете, что Такого, как сейчас, не было никогда И такого экономического краха Который был, тоже нет Хорошо, если Яценюк останется премьером То кто может занять Вот как ротация произойдет Кто может занять места в Кабмине Яценюк Сейчас, если вы знаете, говорили Первый вице-премьер Я вам сейчас скажу Вот как раз этот момент На который сбивает наше мнение Он вообще не имеет никакого значения Ну как же Министры Ну вот когда на корабле остался капитан Там черная борода Да Какие у него матросы и шкипер Это вообще не имеет значения Это все рассказывать для вот этих Слушайте, ну если у капитана черной бороды Будет старпом от БПП Который будет за ним присматривать То может не так все плохо будет И что произойдет Да расскажите, что разойдет Поток разойдется в две стороны Или в три Что изменилось Для нас с вами что поменялось Люди как нищие будут Только еще больше будут им платить Люди как ничего не видели Как с изменением Так и будет Хорошо, то есть подводя черту Вы достаточно часто говорите Вот эту фразу, что их надо выгонять Но, насколько я понимаю На следующей неделе Ни отставки правительства Ни замены премьера Все-таки не случится Нет, не будет Я вам точно теперь это говорю Хотя, поверьте мне Мое мнение не просто не поменялось Я считаю, что это преступление Их не выгонять Ну, вы знаете Если бы я все решал Мы бы уже у нас и коррупции не было Я так думаю Ну, хорошо Спасибо большое за разговор И вам Спасибо за откровенность Извините за резкость Они уже достали Ну, бывает Я знаю Вы достаточно резкий Но при этом откровенный человек Вадим Рабинович был на студии И еще одни выборы Которые уж точно состоятся Поскольку по поводу Украинских выборов спорят Но точно будут выборы Президента США Уже известна дата 8 ноября Это день голосования Непонятно разве что Кто займет Один из самых влиятельных Постов в мире И почему это важно Ну вот вспомните сами Как много помощи Соединенные Штаты Оказали Украине За последние два года И военная помощь И, что самое главное Финансовая Даже с МВФ У Украины Не получилось бы Наладить сотрудничество Если бы в этой Нашей стране Не помогла Америка Даже когда мнение Вашингтона Формально выглядит Как рекомендация В МВФ Традиционно к нему Ну, мягко говоря Прислушиваются И вот почему История с деньгами МВФ Сейчас запутанная С одной стороны Новый транш Нам четко обещали Во время встречи В Давосе Кристин Лагард Была и оптимистична И впервые Довольно конкретна Мол, скоро будет Пересмотр программы А значит И новый меморандум А дальше Новый транш Но теперь Ощущение, что Все не так просто В прессе То и дело Пишут Процесс буксует Многие аргументы Надуманы Та же задержка С публикацией Отчета по Украине Которую в СМИ Чуть ли не как Катастрофу Представили Просто технический момент Такое сплошь и рядом Бывает Неформально Объясняют В штаб-квартире МВФ Но даже Несмотря на все Эти заверения Результата-то Все равно Пока нет Дата заседания Совета директоров Где бы утвердили Выделение транша Так и не определена А это значит Курс гривны Под угрозой Ведь наша с вами Экономическая стабильность В основном Зависит от того Даст ли фонд Новый транш Если бы в прошлом году Страна не утвердила бюджет А без этого И денег МВФ Не будет Курс был бы уже 50 Признался нам Не под запись Один из политиков Был вариант Что и 200 Уже в эфире Признался другой Так что в ситуации Когда без помощи фонда Киеву не обойтись А заступничество Вашингтона Без преувеличения Один из самых важных Аргументов От того Кто придет В Белый дом Зависит не только Политическая поддержка Но и напрямую Финансовая стабильность В стране Так что от имени Кто же все-таки Возглавит США Будет ли он поддерживать Украину Очень многое зависит Но ясности Кто станет Первым лицом Америки Чем дальше Тем меньше Вы наверняка видели В новостях В Соединенных Штатах Сейчас проходят Праймерис Это внутрипартийные выборы Когда определяют Какие кандидаты Будут представлять Демократов А какие Республиканцев Первые праймерис Состоялись в Айове И принесли сюрпризы Ну вот давайте Сейчас на связи со студией Вызовем Нашего собственного Корреспондента В Соединенных Штатах Тихона Дзятко С ним и поговорим Ну на самом деле Тихон Да Ну добрый вечер Добрый день Разница во времени у нас Я тебе даже Немножко завидую Потому что ты работаешь В очень интересное время Я когда был Корреспондентом В Соединенных Штатах То вот во время Прошлой президентской Компании Был в стране Барак Обама может стать президентом Ну вот сейчас Казалось бы Президент Барак Обама У всех на устах Но тогда фавориты Тоже не были очевидны Ну и сейчас Казалось бы У республиканцев Победит Дональд Трамп У демократов Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон Все к этому шло Множество прогнозов Но сейчас все меняется Тихон А почему вот собственно Спутались карты Объясни нам Дмитрий Ну один из вопросов Который решается В ходе этих выборов Насколько США будут И дальше оставаться Таким мировым полицейским Или же Большее внимание Будет уделено Вопросам Внутренней политики Сильную внешнюю политику Ждут от Хиллари Клинтона А сосредоточиться На внутренних проблемах Собирался Дональд Трамп Почему я в первую очередь Из всех кандидатов Упоминаю эту пару Потому что По опросам Они были безусловными фаворитами Но уже первые праймери Своеви показали Что в действительности Все не так У демократов Разрыв между Хиллари Клинтон И Берни Сандерсом Составил Лишь десятые доли процента А следующий праймерис Уже в этот вторник Пройдут в штате Ньюхемпшир Это соседний штат Свермонта Который Сандерс Многие годы представляет Сенате И потому его поддержка Там очень сильна Так что все это Конечно удар По лидирующим позициям Клинтона У республиканцев Все еще интереснее Фаворит Лидер гонки Дональд Трамп Скандальный миллиардер Медиамагнат Человек который В дискуссиях Не выбирает слов Неожиданно проиграл Он занял в Айове Вторую строчку И лишь с небольшим отрывом Ушел от третьего места На котором сенатор От Флориды Марко Рубио На первом Тед Круз Консерватор Первый в истории Политик латиноамериканского происхождения Ставший сенатором Ну так что Предсказать победителя Праймериса Уж тем более победителя Президентских выборов Становится все сложнее Тихон Ну вот если говорить И о тех кто у всех на устах И о темных лошадках А для Украины Какой кандидат Все таки будет лучше Кто больше будет поддерживать Страну Как это видится из Вашингтона Ну главное Что нужно понимать Об американских выборах Это то что О внутренних делах Здесь говорят намного больше Чем о внешних Американцы вообще В большинстве своем Мало интересуются Событиями в других странах Зато очень внимательно Следят за домашними дискуссиями Например о свободном владении оружием О реформе здравоохранения О налогах Это настроение Подхватили и кандидаты в президенты Вот уже упомянутый Дональд Трамп Даже прямо пообещал Сосредоточиться на внутренних делах Его основной лозунг Сделаем Америку вновь великой И речь прежде всего об экономике Еще один кандидат От которого стоит ожидать Большего внимания К внутренней политике Чем к внешней Это Берни Сандерс Собственно в своих выступлениях Он и уделяет Внешней политике Очень мало внимания Поэтому Что от Трампа Что от Сандерса Вряд ли стоит ждать Особой поддержки Украины Другое дело Хиллари Клинтон И тут можно вспомнить слова Майкла Макфола Бывшего посла США В России Человека очень близкого К президенту Обаме Так вот он говорил Что если бы Клинтон Прямо сейчас Стала президентом То штаты уже Поставляли бы Украине оружие Четыре года Напомню она была Госсекретарем Поэтому если станет Президентом Явно захочет Сама диктовать Внешнюю политику Кандидаты республиканцы Все кроме Трампа Тоже стараются Демонстрировать вкус К внешней политике Используют Жесткую риторику Мол нужно сохранять Давление на Россию Помогать Украине В том числе и в военной сфере Так что поддержка Украины В будущем Может прямо зависеть От того Насколько серьезную ставку Сделают сами американцы На решение домашних проблем Если они будут думать Только о них Украине Как впрочем и другим странам Достанется от Нового президента США Намного меньше внимания Коллега спасибо Спасибо за такой детальный рассказ Но еще раз скажу В очень драйвовое время Вам приходится работать В Соединенных Штатах Ну и в Вашингтоне На этой неделе Были очень многие Украинские политики Были они на молитвенном завтраке С президентом Обамой Который проводит Белый дом Проводит традиционно Это и повод Выбраться в Штаты И вот слушая выступления Первых лиц Соединенных Штатов Почувствовать настроение Американского политикума Но еще неформально Пообщаться С конгрессменами С сенаторами В Вашингтоне Сейчас Валентин Наливайченко Эксглава СБУ Который теперь возглавил Антикоррупционное движение Вот давайте с ним поговорим Пане Валентине Вечер добрый Короткое питание Ваше відчуття Ви же с політиками говорили Кто из американских Кандидатов Майбутних президентов Будет найкращею Кандидатурой для Украины Найбільшей поддержкой Нам надасть Ви знаете Я переконаний І власне сам Зараз працюючи тут Декілька днів Що насправді Треба ставити ставку На себе І на реальні зміни В державі Але дуже важливо Тут З усіма зараз Кандидатами І їхніми штабами Які реально борються І можуть перемогти На виборах президента В цьому році В листопаді В цій країні Щоб Україна Ми Наша національна безпека Не пішли з порядку Денного І світової політики І ключового партнера Для нас Сполучених Штатів Ключового партнера Для нас В поверненні Мирну нашу землю Для повернення Тимчасово окупованих Територій Не втратити партнера Це Щоб тебе чули Щоб ти розмовляв Чесно з своїм партнером І головне Щоб ти був цікавим Власне Працюючи тут Для всіх З ким ми можемо Зустрічатися Ми чітко говоримо Не допустіть Щоб Україна І наша національна безпека Пішла з порядку денного Вашої Зовнішньої політики Або ж Світової Зовнішньої політики Добре Дякую Що ви це робите Бо останнім часом Знаєте Багато кажуть Що цікавість до України Так вона слабша Тобто про це Важливо говорити Що нам Так само Потрібна Американська підтримка Дякую Валентин Наливайченко Був з нами на связі Ну і давайте Об ще одной важной темі Поговорим То що буде влиять на політику Ключових стран мира І що довго Це ж не тільки Американські вибори Вони були і пройдуть Війна в Сирії Після пяти лет Боевих действий От этой страны Уже може нічого не остаться В прямом смысле Накануне Спецпосланник ООН По Сирії Заявил, що не исключає Ісчезновення Такої страни Тобто розпаду Їе на нескільки Враждуючих территорій Ну только представте Вот если це случиться Какая волна беженцев Ударит по Европе А такая волна буде Ведь до войны Население этой страны Бо більше 20 млн. человек І уехати успели Чуть більше 4 млн. Роман Бачкала Узнавал у цих людей Где і как Они намерены Дальше жить Это город Мафрак На самой границе Сирії Сразу не поймешь Что мы уже в Иордании Ведь из-за войны Сирійцев здесь Стало больше Чем коренных жителей Салам алейкум Это семья из Холмса Города почти полностью Разрушенного Правительственными войсками Вот эта комната Все, что у них есть Мы живем в ужасных условиях Летом тут невероятно жарко Зимой холодно Но самое обидное Что я не имею права работать Я вынужден жить На пособие 20 динаров В месяц Билет в ЕС в один конец Непозволительная роскошь Попасть в Европу Стоит минимум 4 тысячи долларов У меня нет таких денег Поэтому я здесь Путь из Сирии В Иорданию Тоже не из дешевых Тысяча долларов Семьи Платить нужно контрабандистам Они могут и обмануть Никаких гарантий Официальные пункты пропуска На сирийской Иорданской границе Закрыты Нелегальные переходы Пролегают вдали от них Вот одно из таких мест Недавно здесь Иорданские силы безопасности Застрелили 12 сирийцев Заподозрив в терроризме За этими холмами Это уже Сирия Говорит наш собеседник Там постоянно что-то гремит К звукам войны Мы уже привыкли Ганем пастух Он предлагает чай А значит рад нашему приходу Все происходит ночью Чтоб ни военные Ни полиция не видели Беженцы переходят границу Малыми группами И стараются незаметно Добраться до ближайшего лагеря И там затеряются в толпе Все они мечтают Получить статус беженца Он дает право на пособие И надежду Получить официальное убежище В Европе Нам вот дали целую стопку Этих документов В надежде Что мы сможем Это куда-то передать И каким-то образом Помочь этим людям Выбраться Из этой ямы Но уехать в Европу легально Шанс один на тысячу Констатирует в агентстве ООН По делам беженцев В основном беженцы На севере Иордании Сюда они попадают Из сирийской провинции Дараа Еще один канал миграции на востоке Из регионов Подконтрольных террористам В частности ИГИЛу Как вы можете быть уверенными Что под видом беженцев Сюда не проникают террористы? Гарантий нет Но мы тщательно всех проверяем К мужчинам отдельное внимание Только официально В Иордании Более 600 тысяч Сирийских беженцев А по разным оценкам Более миллиона Больше Чем во всем Евросоюзе На их содержание Уходит четверть Государственного бюджета Не выдержал Даже обычно сдержанный В высказываниях король Рано или поздно Эта плотина может прорваться Думаю, все дошло До точки кипения Деньги на беженцев Пообещали перечислить Из Лондона Там в четверг Прошла конференция Международных финансовых доноров Для Иордании Будет выделено Грант на загальную сумму Миллиард 700 миллионов долларов И это позволит Вырешить Большие вопросы Кроме того Раздается вопрос Стосовно Забезпечения Работы Сирийских беженцев Яки находятся На территории Табори В Европу Из Иордании Два пути Первый на юг Через Акабу В Египет Синайский полуостров Открывает дорогу К Средиземному морю Цель Остров Лампедуза Перевалочная база На пути в Италию Для начала Доведется преодолеть Эти горные хребты 30 динаров За перевал Маршрут сложный Нет Это слишком дорого 30 динаров Это примерно 40 долларов Есть транспорт дешевле Беженцы обычно Движутся караванами Когда стемнеет Этот ослик Оказался Крепче Чем я думал Он без проблем Берет любую высоту Прямо на горизонте Палестина Левее Израиль Значит нужно держаться правее На самой вершине Мы повстречали этого бедуина Из племени Хувейтат Горы наш дом Сюда мы чужаков не пустим Но если кто-то хочет просто пройти Всегда можно договориться Иордания Это не только И не столько горы Сколько пустыня Вот она Вадирама Отсюда открывается дорога На Синайский полуостров Путь Нелегкий И небезопасный Но ради лучшей жизни Беженцы Готовы на все Легально попасть в Акабу Беженцам практически нереально Разве что незаконными путями Но это крайне опасно Вас могут просто убить На горизонте Израильский город-курорт Эйлад Левее Египет Порт надежно охраняется Но нам удалось попасть внутрь Этот мужчина перевозчик Он просил не показывать его лицо Меня зовут Самир Мы сможем выйти в море? Да, без проблем Для того, чтобы беженцам Попасть из Акабы в Египет Им нужно выйти в открытое море В Красное море Что мы сейчас и делаем Второй путь в Европу Самолетом в Турцию А оттуда вплавь к берегам Греции Но с недавних пор Турки ввели визы для граждан Сирии А теперь вообще закрыли границу Евросоюз потребовал пропускать Вынужденных переселенцев Но дальше в саму Европу не пускать В ответ Анкара попросила Дополнительную финансовую помощь ЕС теперь думает Платить ли откупные и Турции Иордания свои скоро получит Роман Бачкала, Олег Ерофеев И Ирина Дьяченко Подробности недели из Иордании Ну и как видите Мы очень стремимся Чтобы о событиях в мире Будь то в Соединенных Штатах Или на Ближнем Востоке Вы узнавали не из информационных лент Не от Ройтерса А из первых уст От наших корреспондентов Спасибо, что смотрели Будем на этом ставить точку И до встречи В следующее воскресенье Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова